Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. Символы, за которыми стоит богатая история региона, губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей с Днем Самарской символики. Переводов коснется основная поправка в закон о банках и банковской деятельности. Для россиян лимит переводов на свои счета в других банках без комиссии существенно увеличат. Поощрили за своевременную оплату услуг. В Самаре наградили победителей акции «Энергосбыт плюс». Самарские короли и советов провели заключительный матч в рамках предсезонной подготовки. В какой форме волжане подошли к старту чемпионата и розыгрышу Кубка России по футболу. Тольяттинский Акрон провел первый официальный матч сезона. В стартовой встрече первой лиги волжане переиграли КАМАЗ из набережных Челнов. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня Самарской символики. Он отметил, что герб, флаг и гимн Самарской области – это не просто отличительные знаки региональной геральдики. Это символы, за которыми стоит богатая история губернии, трудовые и ратные подвиги многих поколений самарцев, единство и согласие веками, скреплявшие народы, населяющие Среднее Поволжье, приверженность традиционным духовным ценностям, гордость за свой родной край. Сегодня особенно важно сохранять национальную идентичность, частью которой являются государственная и региональная символика, отстаивать все, что дорого и свято. Губернатор выразил уверенность, что объединившись вокруг решения задач, поставленных президентом, неустанно укрепляя единство, сберегая символы и традиционные ценности, удастся достойно ответить на вызовы времени и создать все условия для опережающего развития региона, обеспечения комфортной, благополучной, безопасной жизни земляков. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил коллектив Самарского завода металлургов с профессиональным праздником. Предприятие на протяжении многих десятилетий остается флагманом региональной и российской металлургии, гордостью всех жителей Самарской области. На праздники побывала Елена Чернявская. Характер нордический. Одно из основополагающих предприятий региона Самарский металлургический завод был создан в 1960 году, дал имя целому микрорайону города и всегда шагал в ногу со временем. Сегодня на предприятии выпускают широкий ассортимент листопрокатной, прессовой и кузнечно штампованной продукции из всех видов алюминиевых сплавов, что позволяет создавать качественную продукцию для машиностроения, транспорта, космической и авиационных отраслей. Был период, когда завод принадлежал американской компании. После смены собственника в прошлом году завод вернул прежнее историческое название – Самарский металлургический завод. В преддверии Дня металлурга на крупнейшем отраслевом предприятии губернии прошел праздничный концерт. Поздравить коллектив приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В своем обращении к сотрудникам предприятия он подчеркнул важность той роли, которую играет металлургический завод для экономики региона. Я, конечно, по-настоящему горд тем, что такое предприятие есть на территории нашей Самарской области. Помимо ваших производственных успехов на протяжении всех лет существования завода, фиксации рекордов, лучших показателей в разные времена, на планете всей, конечно, еще огромный вклад металлургов в развитие столицы нашего региона. Целый микрорайон называется металлургом и не случайно. Это огромное количество построенных жилых домов не только для сотрудников предприятия, социальной сферы. И я очень рад тому, что вот эти принципы социальной ответственности, социальное партнерство, они сохраняются и сегодня. Обращаясь к коллективу предприятия, глава региона адресовал благодарность ветеранам завода, тем, кто закладывал основы металлургического производства в нашем регионе. Завод живет, очень содержится хорошо, чисто, культурно. Завод, значит, именно делает все, выполняет все поставленные перед ним задачи и следит за культурой производства, соответственно, за жизнью населения, людей, здоровьем их и так далее. Лучшим работникам завода вручили государственные отраслевые награды. В их числе начальник прокатного цеха номер 2 Владимир Чичаев. Он работает на заводе уже 24 года и говорит, что для него важно видеть результат своей работы, а производство как раз дает такую возможность. Для меня это гарант стабильности, для меня это работа, для меня это семья, это как второй дом получается. Для меня важно видеть результат своего труда, приходить на работу, делать что-то, создавать своими руками какой-то продукт, видеть результат своего труда. Для меня это, в первую очередь, вот это радостно. Прошлой осенью Самарский металлургический завод, входивший в состав иностранной корпорации, стал полностью российским. Несмотря на все сложности, через которые пришлось пройти предприятие, ему удалось удержать лидерские позиции на рынке и сохранить рабочие места. Сегодня на металлургическом заводе трудится свыше 2800 человек. Губернатор отметил серьезный вклад предприятия в развитие Самары, поддержку военнослужащих, которые сегодня защищают родину на передовой, а также членов их семей. Елена Чернявская, Константин Головин, События. Для россиян лимит переводов на свои счета в других банках без комиссии увеличат до 30 миллионов рублей в месяц. Введение такого лимита станет одной из основных поправок в закон о банках и банковской деятельности. Благодаря этому нововведению кредитные организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Исключением станут только те операции, которые клиент банка совершает при личном присутствии в отделении. Отмечается, что проект уже разослали участникам рынка, а сегодня 17 июля его должны рассмотреть в профильном комитете Госдумы. Помимо повышения лимита на переводы, законопроект содержит положение о том, что финансовые организации должны за пять дней до истечения срока вклада бесплатно информировать об этом клиента. Предполагается, что эта мера вступит в силу спустя шесть месяцев после официального опубликования поправок, а увеличение лимита спустя девять. На этой неделе специалисты продолжают проводить ремонтно-профилактические работы с кратковременным отключением холодной воды в Самаре. В среду 19 июля для установки узла учета воды на водопроводную линию диаметром 100 мм на улице Тюменской холодную воду нужно будет отключить с 11 до 17 часов. Также воды не будет в домах по улице Лысвенская, Томская, Барабинская, Уральская. В четверг, 20 июля, планируется замена задвижек разного диаметра на улице Старозагора. С 10 до 23 часов может быть отключено холодное водоснабжение по улице Старозагора в домах 239, 241, 247, 249, 251, 253 и 255. Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании, список адресов может быть скорректирован. А с 17 по 30 июля на нескольких улицах Самары отключат горячую воду. Как сообщили в теплоэнергетической компании, это связано с ремонтом тепловых сетей от привокзальной отопительной котельной. Без воды останутся жители и организации в границах следующих улиц. Авроры, Аэродромный, Дзержинского, Урицкого, Огибалова, проспекта Ленина, Челюскинцев, Мичурина, Николая Панова, Дачный, проспекта Карла Маркса, Луначарского, Мягия, Гагарина и Мариса Тереза. В рамках ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность. Энергетики призывают жителей города не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами, а также не приближаться к местам парения и просадки грунта. Удобно, быстро и экологично. Самарский филиал «Энергосбыт Плюс» вручил смартфоны победителям акции «Офис в кармане». Акция продолжается и у клиентов энергокомпании еще есть возможность принять в ней участие. Об условиях расскажем в следующем сюжете. Самарский филиал «Энергосбыт Плюс» проводит акцию «Офис в кармане» среди клиентов, которые с 1 мая по 30 июня перешли на электронный формат получения квитанции и разыграли призы. Троим победителям вручили подарки – смартфоны. Это такая замечательная услуга, которой очень удобно пользоваться. И вот так неожиданно участвовал в акции и получил подарок. Очень приятно, спасибо большое и руководству, и всем сотрудникам Самар «Энергосбыт», что у них такое теплое отношение к своим клиентам. Электронная квитанция – это удобно, экологично и безопасно. Персональные данные клиентов всегда защищены и недоступны от третьих лиц. Также электронная квитанция всегда приходит гораздо раньше обычной. То есть с первого числа, как правило, электронный документ уже находится на электронной почте. Ну и кроме этого, мы тем самым спасаем деревья от вырубки. Клиенты, которые подписались с начала 2023 года, уже спасли совокупно от вырубки более ста деревьев. С начала года на электронные квитанции уже перешли 40 тысяч клиентов «Энергокомпании». Акция продолжается. Среди тех, кто откажется от бумажных платежек до 30 сентября, проведут еще один розыгрыш призов. Светлана Кудрявцева, Петр Поломеев. События. Новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники выманивают деньги у россиян, предлагая им пройти онлайн-курсы на платной основе. После оплаты обучения жертва якобы для регистрации получает ссылку от пользователя, который уже является участником проекта. Так доверчивые россияне попадают в настоящую финансовую пирамиду. Никакого обучающего курса они не получают, а возвращать деньги им никто не торопится. Зато невольным участникам нелегального проекта предлагают вернуть потраченные средства, вовлекая в пирамиду еще больше людей. Нужно быть предельно внимательными, выбирая платформу онлайн-обучения. По словам специалистов, необходимо обязательно проверять отзывы на все курсы, которые вы планируете пройти, и ни в коем случае не переводить деньги незнакомцам. Количество поддельной электроники, покинувших российский рынок компаний на отечественных маркетплейсах, за последний год выросло вдвое. Таковы результаты исследования крупного юридического агентства. Доля поддельных смартфонов в интернет-магазинах сейчас составляет 31% от общего числа предложений. Хотя в прошлом году фальшивок насчитывалось 12%. Контрафактных ноутбуков в этом году оказалось 30%, тогда как в прошлом году было 22%. Смарт-часов 63%, в прошлом году 35%. При этом сами маркетплейсы утверждают, что доля поддельной техники не превышает 0,1%. Контрафакт делает очень похожим на оригинал, но с другими размерами и операционными системами. При этом из-за поправок к закону о правах потребителей, принятых в 2018 году, площадки не могут вмешиваться в описание товаров от заявителей. А теперь коротко о других событиях этого дня. В Самарской области с начала купального сезона, который стартовал 15 июня, утонули 16 человек. Такие цифры опубликовало Главное управление МЧС по Самарской области. Всего из воды было извлечено 16 человек, среди которых 2 ребенка. Служба просит родителей внимательно наблюдать за своими детьми на воде, а также быть аккуратными самим и не пить алкоголь во время отдыха у воды. На Волге в Затоне Ширчик, Волжского района, погиб мужчина. Как сообщили спасатели, он отдыхал в компании на маломерном судне. Когда начался ливень, корпус лодки стал наполняться водой, и все четверо решили покинуть борт. Вот только до берега доплыли не все. Для проведения поисковых работ в акватории Затона был направлен отряд специального назначения. В итоге водолаз обнаружил утонувшего на глубине 7 метров и примерно в 40 метрах от береговой линии. После окончания работ тело погибшего передали полиции. На въезде в Самару насмерть разбился байкер. Очевидцы выкладывают в сети видео о последствии аварии. ДТП произошло вечером 15 июля на дороге, ведущей в Новосемейкино. Мотоциклист врезался в иномарку. На место происшествия выехали скорая и спасатели. Однако спасти байкера им не удалось. Мотоциклиста отбросило на обочину после столкновения. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Обстоятельства ДТП выясняет полиция. За выходные в период с 14 по 16 июля сотрудники госавтоинспекции выявили более 2100 различных нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 86 водителей, рассказали в ведомстве. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли еще 354 автомобилиста. Также 60 водителей нарушили правила перевозки детей. По итогам мероприятий выявили 113 правонарушений со стороны пешеходов и 58 со стороны водителей. Участников дорожного движения призывают не терять бдительности и не нарушать ПДД. В Самарской области отреставрировали уникальный не только для региона, но и для всего Поволжья объект – деревянную бариновскую мельницу. Вокруг нее появился экопарк. В субботу качество проведенных работ проверил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что мельница и экопарк станут новой точкой на туристической карте Самарской области. Средства на восстановление объекта и благоустройство прилегающей территории были выделены из регионального и местного бюджетов. Большую часть внесли меценаты. На самой мельнице были проведены противоаварийные работы, устроен водозабор, воссозданы башня мельницы с поворотным механизмом, вертикальный вал, установлены жернова, элементы механизма мельницы, проведены системы водоснабжения и канализации. В результате удалось не только восстановить внешний облик мельницы, но и привести ее в рабочее состояние. Уровень конкуренции среди соискателей в Самарской области в июне обновил минимум, опустившись до трех резюме на вакансию. Таковы данные аналитиков сервиса платформы онлайн-рекрутинга. Этот показатель говорит о дефиците соискателей на рынке труда. В июне прошлого года на одну вакансию в Самарской области приходилось пять резюме. Таким образом, конкуренция за рабочие места в регионе снизилась почти в два раза за год. Для сравнения, в среднем по России на одну вакансию приходится три резюме, по Приволжскому федеральному округу – 2,8. В Самарской области наиболее острые дефициты искателей наблюдаются в профессиональных сферах – медицина и фармацевтика, автомобильный бизнес, розничная торговля, рабочий персонал, транспорт, логистика, перевозки, продажи и обслуживание клиентов, строительство, недвижимость, производство и сервисное обслуживание, сельское хозяйство, туризм, гостиницы и рестораны. В Самарском онкоцентре делают не только операции. Пациенты также могут обратиться за помощью к психологу. Один из методов – арт-терапия. Что она собой представляет, узнала Светлана Тимофеева. Наталья рисует рассвет, делает из фольги фигурки людей, которые крепко сжимают друг друга в объятиях. Девушка прошла реабилитацию в Самарском онкоцентре. Думала справиться с психологическими проблемами сама, но потом поняла, что лучше обратиться за помощью к специалистам. Я люблю обниматься. Мне кажется, что когда мы обнимаем друг друга, мы дарим друг другу тепло и создаем, даже если обнимаем кого-то незнакомого, это как создание такого комьюнити. Игрушки на полках в кабинете психолога сделали пациент онкоцентром. Здесь они рисуют, лепят и ведут беседы. Такой метод называется арт-терапия. Для каждого пациента доктор подбирает свой ключик. Универсального у врача нет. Всегда подбираются не только вот те самые секретики, но и подбирается общее направление работы, подбираются методы, которые мы используем, потому что арт-терапия – это не единственный метод. Мы и разговариваем, у нас есть и релаксация, у нас есть различные телесные техники. И арт-терапия тоже очень-очень разная. С кем-то мы лепим, а с кем-то мы рисуем. И не всем и не каждому будет подходить какой-то один метод. Система реабилитации в онкоцентре состоит из трех этапов. Это комплексный подход на протяжении всего этапа лечения, начиная с стационара, реанимации, стационарное отделение, есть реабилитация, и также на амбулаторном периоде, когда уже вроде бы ты прошел все этапы специализированного лечения, но у тебя остались какие-то последствия. Это могут быть психологические, это могут быть физические ограничения, движения руки, какие-то дискомфорт. Наша задача в качестве жизни пациента вернуть либо к прежнему состоянию, которое было до диагноза, до лечения, либо по крайней мере скорректировать его, чтобы он жил качественно и вернулся к работе. Каждый год в амбулаторное отделение медицинской реабилитации обращается около 7,5 тысяч пациентов. Порядка 4 тысяч нуждаются в помощи психотерапевта, и они ее обязательно получают. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский, События. Самарские крылья Советов провели заключительный матч в рамках предсезонной подготовки. Подопечные Игоря Осенькина померились силами с Екатеринбургским Уралом. О том, в какой форме волжане подошли к старту чемпионата и розыгрышу Кубка России по футболу, подробно расскажет Анатолий Головко. Уже в ближайшие выходные в столице Чеченской Республики и Самарские крылья Советов сыграют первый матч нового сезона против Ахмата. К этому событию подопечные Игоря Осенькина готовились основательно. Дружина с берегов Волги провела пять контрольных матчей, чтобы футболисты набрали оптимальную форму и плавно вошли в график официальных турниров. Сперва команда прошла коллективный медицинский осмотр. Полузащитник Максим Витюгов чувствовал себя хорошо и по-доброму подшучивал над врачами. В начале июля самарцы минимально уступили географическим соседям из Саратова. Сокол оказался сильнее и одержал победу со счетом 1-2. Затем волжане сразились с Нижнекамским нефтехимиком и выиграли. После финального свистка на табло горели итоговые цифры 2-3. Самое главное всегда в первых 1-2 играх – это восстановление игровых связей. Так это вот примерно называется. В середине июля наша команда провела два поединка с Казанским Рубином, который вернулся в элиту российского футбола из ФНЛ. В первой игре соперники разошлись миром 1-1. Во второй клуб из Татарстана выиграл 2-1. Заключительный матч прошел в Самаре накануне. Крылья Советов померились силами с Екатеринбургским Уралом. Как итог – 1-1. Объективно давать оценку состоянию команды только по результатам товарищеских встреч нельзя, поэтому болельщикам стоит набраться терпения и дождаться официальных игр. Сейчас селекционный отдел занимается просмотром потенциальных новичков, чтобы укрепить костяк команды и усилиться на перспективу. Очень хорошую молодежь мы сейчас просматриваем. И я ей много дал играть, когда еще играть, в первую очередь на сборах. В Крылье вернулась целая группа игроков из аренды, включая Барыча, Липового и Хубулова. Пока они все в обойме, мы всех пока смотрим, щупаем, и решение будет еще гораздо позже. Дмитрий Иванесенья оправился от тяжелой травмы и очень хочет помочь команде в предстоящем сезоне. Осенькин рассчитывает на полузащитника, но не перегружает на занятиях. Иванесенья только вот вчера на тренировке почувствовал такую небольшую проблему. На самом деле всю неделю он тренировался. Самое громкое усиление для Крыльев в межсезонье – Егор Карпицкий. 19-летний белорус перешел в стан самарской команды из Солигорского шахтера. Юный нападающий наколотил за свой бывший клуб 12 мячей и отдал две результативные передачи только в текущем сезоне национального первенства. Кроме того, форвард выступает за юношескую сборную Белоруссии. В майке национальной дружины он провел 8 встреч и забил 4 гола. Талантливый футболист уже побывал на домашнем стадионе и обратился к фанатам волжского клуба. Привет всем самарским болельщикам. Теперь я буду играть за крылья советов. И буду стараться делать так, чтобы мы побеждали в каждом матче. До закрытия трансферного окна в России остается несколько недель. За это время самарская команда может сделать еще несколько громких приобретений. На кого обратит внимание селекционный отдел, пока остается загадкой. А вот по первым матчам самарцев уже все понятно. Календарь сформирован. Напомним, 22 июля волжане в первом туре РФПЛ сразятся с Ахматом на выезде. Уже 26 июля в следующую среду подопечные Игоря Осенькина проведут первый матч в Кубке России на Самаро-арене против Калининградской Балтики. Мы будем работать для вас на всех домашних матчах крыльев и рассказывать о ключевых событиях на поле. Следите за анонсами в наших социальных сетях и на официальном сайте Самарогиз. Тольяттинский «Акрон» провел первый официальный матч сезона. В стартовой встрече первой лиги волжане переиграли «КамАЗ» из набережных Челнов. Самарские пляжники борются за высокие места в чемпионате России, а хоккейные клубы региона ЦСКА ВВС и «Лада» заключили новое партнерское соглашение. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Тольяттинский «Акрон» одержал победу в матче первого тура первенства первой лиги. На домашнем поле волжане принимали «КамАЗ» из набережных Челнов. Под конец первого тайма Антон Килин дважды поразил ворота гостей. После перерыва «Акрон» продолжал атаковать, но изменить счет не получилось. 2-0 победа «Тольяттинцев». Команда среди лидеров турнирной таблицы. В следующем матче «Акрон» встретится с астраханским «Болгарем», который уступил в матче первого тура Нижнекамскому нефтехимику 1-2. В Москве прошел пятый этап чемпионата России по пляжному футболу. Самарские крылья Советов провели два матча. Сначала волжане сотворили сенсацию и обыграли лидера чемпионата «Питерский Кристалл». Матч прошел в равной борьбе, никому из соперников не удавалось оторваться в счете. Перед заключительной минутой третьего тайма счет был 4-4, но затем ошибку совершил голкипер Кристалла, отдав неточную передачу. Сафронов, перехвативший мяч, переправил снаряд в сетку ворот. 5-4 победа «Крыльев». Во второй встрече самарцы встречались с Астрогино, прямыми конкурентами за шестое место в таблице, которая дает право на участие в финальном этапе. Перед заключительным периодом «Крыль» уступали 2-5, но смогли отыграться. Основное время матча закончилось 6-6. В серии пенальти, точнее, оказались самарские футболисты. После победы «Крыль» сравнялись с Астрогино по набранным очкам, но уступают по личным встречам. Итоговое положение команд определится на шестом этапе с 18 по 20 августа в Москве. Анастасия Павлюченкова не смогла выиграть свой первый турнир в этом году. В финале соревнований категории WTA-125 в Контраксвилле на грунте самарская спортсменка уступила «Аранче Рус» из Нидерландов 3-6-3-6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Анастасия четыре раза подала на вылет, совершила пять двойных ошибок, взяла один гейм на подачи соперницы, но отдала четыре гейма на своей подачи. Хоккейные клубы «Лада» и ЦСКА ВВС заключили договор о спортивном сотрудничестве на предстоящий сезон. Партнерское соглашение предусматривает возможность командировки до 10 хоккеистов «Лады», находящихся на двухсторонних контрактах, в расположении ЦСКА ВВС для участия в тренировочном процессе и матчах под эгидой Всероссийской хоккейной лиги. Матч за Суперкубок России по гандболу среди женских команд между «Ладой» и ЦСКА пройдет в Кимерове 30 августа. Тольяттинский клуб за него поспорит в качестве финалиста минувшего Кубка России, а московская команда будет выступать в роли чемпиона Суперлиги и обладателя Кубка страны. Также ЦСКА действующие обладатели Суперкубка. Для «Лады» это третья возможность выиграть трофей. В 2014 и в 2019 автозаводчанки проигрывали титул «Ростов-Дону» на домашнем паркете. Теперь есть шанс добыть трофей на нейтральной площадке в Западной Сибири, где прежде профессиональные гандбольные команды еще не играли. В воскресенье в Самарской области прошел дождь, который перекрыл абсолютный суточный максимум по осадкам. Об этом сообщили в Приволжском гидрометцентре. В поселке «Авангард» выпало 20,8 мм осадков. Предыдущий рекорд в этот день в этом населенном пункте был установлен в 1946 году. 14 мм рассказали синоптики. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской сообщает, что стартовало всероссийское голосование на портале госуслуги за подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету. По результатам голосования будет определен перечень населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек и план-график их подключений к сети подвижной радиотелефонной связи с использованием базовых станций на 2024 год. Минцифры России планируют опубликовать результаты голосования 18 декабря. Подключение сел и деревень к интернету осуществляется в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». В 2022 году в голосовании приняли участие 13 712 жителей Самарской области. В итоге были отобраны 19 населенных пунктов, где в течение 2023 года установят вышки сотовой связи. В день Самарской символики администрации Ленинского района в телеграм-канале рассказывает главные факты о символах города и региона. Козел на гербе нашей губернии еще с 19 века, а на гербе Самары его предшественница коза появилась навек раньше. Указ подписала Екатерина II. На гербе Самары императорская корона появилась, когда она стала губернской столицей в 1850-е. Флаг Самарской области красно-бело-голубой. Его прообразом стало Самарское знамя. В 1877 году, в годы русско-турецкой войны, знамя, сшитое монахинями Иверского монастыря, вручили от Самары болгарским ополченцам. В этом списке гимн Самарской области самый молодой. Его утвердили менее 20 лет назад, в 2006-м, но выбирали два с половиной года. Автор музыки Леонид Вахмянин, текст написал Олег Бычков. Администрация железнодорожного района Самары в телеграм-канале рассказывает о том, чем чревата неформальная занятость, то есть работа без официального оформления трудовых отношений. Получая более высокую зарплату в конверте, люди забывают, что неоформенные с работодателем трудовые отношения влекут за собой негативные последствия как для работника, так и для работодателя. Работник остается без всех социальных гарантий. Он также не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний, так как исключается из сферы действия закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Работник лишается гарантированного минимального размера оплаты труда. Что касается работодателя, то за установление нелегальной выплаты заработной платы ему грозит ответственность, предусмотренная статьей 419 Трудового кодекса Российской Федерации. Он привлекается к дисциплинарной, материальной, а также гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. 17 июля свой день рождения отмечает глава Самары Елена Лапушкина. Команда телеканала «Самары ГИС» поздравляет с праздником. Быть мэром – не просто задача со звездочкой, это круглосуточный титанический труд. Мы видим, как Самара развивается. Благоустройство, модернизация, стратегическое планирование. Под руководством Елены Лапушкиной город стал более современным и уютным. Ни одна просьба жителей не остается без внимания. Читая многочисленные комментарии на ресурсах телеканала «Самары ГИС», мы констатируем, самарцы за эту открытость и теплые отношения очень признательны. Успешный управленец, эффективный руководитель, обаятельная и красивая женщина. Коллектив телеканала «От всего сердца» желает Елене Лапушкиной крепкого здоровья, бесконечного счастья, еще больших успехов в работе и исполнения всех задуманных планов. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!